В эфире «Здравствуй, это я» – программа для взрослых, неравнодушных людей, программа о детях, которые сегодня живут без родителей, но очень хотят обрести любящих маму и папу. Нашей сегодняшней героине мы назначили встречу в студии живописи. Девочка очень любит рисовать, и мы решили организовать ей мастер-класс. Добрый день! Здравствуйте! Юлечка, это Оксана. Она очень хотела у вас научиться рисовать. Вы принимаете такую ученицу? Да, с удовольствием. Тогда я вам ее отдаю, мы вам не будем мешать, посмотрим, что у вас получится через некоторое время. Хорошо, мы вам с удовольствием покажем, что же у нас получится. Правда, Ксюша? Да. А можно я на тебе буду Ксюша говорить? Хорошо. Можно? Мне больше и Ксюша не нравится. Окей? Пойдем. Смотри, это наше рабочее место, и мы здесь будем сейчас писать нашу картину. Я в фартушке, чтобы не испачкаться. И на тебя сейчас одену фартушек, и мы иногда у нас в студии так шутим, когда человек одевает фартук, это, знаешь, такой как чин посвящения в художнике. И вот только одели мы фартушки, значит, уже все, чудо свершилось, и ты уже художница, и у тебя все получится. Поняла? Да. Представим, что мы находимся в поле, и увидели такую картину, маковое поле. И именно этот мак на фоне этой вот зелени мы будем сейчас отображать. И сейчас короткими настойчивыми штрихами мы будем избавляться от белого фона. Прокручивая то в одну, то в другую сторону, и снимаем краску с кисти на холст. Поняла? Да. Я тебе уверяю, бояться нечего, ничего не испортится, и будет все очень хорошо. Держи кисточку, вот так вот, чепоточка, как я тебе говорила, ага, и вперед наполняй. И теперь рядышком мы можем пойти, чтобы отделить один мак от другого, мы покажем этот более красным таким, ну не таким, может быть, сильным, красным. Каким-то алым еще. И скажем, а, это у нас другой цветочек рядышком вырос. КОНЕЦ Мне нравится очень работа твоя. Мне очень понравилось с вами рисовать. Правда? Да. Спасибо, мне с тобой понравилось. Ты очень, как ученица, у меня же много учеников, очень внимательная, и мне очень понравилось, что когда тебе показываешь, ты через какую-то паузу такую вот начинаешь отображать именно то, что я тебе показала, вот именно те движения. Хотя с мастихином не у всех дружба складывается в первый раз. А у тебя такое впечатление, будто бы ты с ним прямо уже так вот близко-близко подружилась. Потому что то, как ты с ним орудовала здесь на холсте, ну, в общем-то, результат показывает отлично. Ксюша, а если тебя еще раз к себе приглашу в гости порисовать, ты ко мне придешь? Конечно. Правда? Да. Отлично. Я тебя буду ждать, и мы нарисуем что-то такое, знаешь, ну, что ты захочешь. Я очень люблю животных, очень хочу нарисовать какое-нибудь животное, например, котеночек. Котеночка? Есть у нас такой классный котеночек, такой, знаешь, темненький, на голубом фоне. Хочешь, мы его нарисуем в следующий раз с тобой? Хочу. Ксюша, ну вот это твоя картина. Я тебя поздравляю с ним. Спасибо. Это твой первый дебют. И теперь ты забираешь ее с собой. Она будет сохнуть, может быть, недельку, а может быть, и больше. Ты найди ей, пожалуйста, и местечко, где бы ты хотела ее наблюдать. И пускай она тебя радует. Хорошо. Я ее поставлю на самое видное место. Должна признаться, за все время съемок нашей программы я еще ни разу не видела таких стремительных метаморфоз. Точно так же, как из белого полотна родилось маковое поле, преобразилась и наша героиня. Всего несколько часов общения с художницей изменила девочку. Исчез испуганный взгляд и проявился интерес к общению. Мы смогли увидеть в ней доброго, честного и трудолюбивого ребенка, который, несмотря на весь свой жизненный багаж, только начинает верить в счастливое будущее. Оксана рассказала нам, что очень любит рисовать. Но вот так, красками да на холсте, об этом даже и не мечтала. Я в тетради обычной карандашом рисую. А что рисуешь? Животных. Они такие хорошие. Чем они хорошие? Вот кошки, например, очень умные. Они понимают, чувствуют. Собаки преданные. Но я хочу до 11 класса проучиться, а потом стать ветеринаром. Хочу помогать животным, лечить их. Учится она в 9 классе. Любыми ее предметы – английский язык, украинский язык, география и история. Домашнее задание она всегда делает самостоятельно. Ей не надо напоминать о выполненной работе. Она принимает активное участие в жизни центра. Оксанка – ответственная девочка. Любые поручения она выполняет с достоинством. Если Ксюша дежурит, мы знаем, что на кухте всегда будет порядок. Все будет помыто, все будет убрато. Не надо ее потом контролировать, перепроверять, перемывать. Воспитатель Ксюша рассказала, что встречи с нами девочка очень ждала, но и безумно боялась. Если бы вы знали, как она переживала, это просто вам не передать. Она уже вся ходила вот такая вот, не знала, куда себя деть. И для того, чтобы как-то это время убить, она учила стихи. Мечтает она очень. Это самая такая заветная мечта. Это приемная семья. Чтобы в этой семье было очень много деток. Чтобы она не была одинокой. Мы очень надеемся, что появится папа с мамой, которые помогут Оксанке в дальнейшей ее судьбе. И она будет их любить. Они подарят ей тепло, любовь, заботу, ласку. А Оксаночка взамен еще больше их обогреет своей любовью, своей лаской, своей теплотой. И будет им очень благодарна за то, все, что они ей дадут. Я бы очень хотела пойти в семью. Хотела бы иметь папу с мамой, братьев, сестричек. Чтобы мы жили дружно, чтобы папа был хороший, заботливый. Мама тоже очень умная. И чувствовалась от них поддержка, забота, любовь. Чтобы в любой ситуации трудно они могли бы посоветовать. Простое человеческое желание, но для Ксюши самое-самое. Даже под Новый год, когда большинство ее сверстников просили планшеты, телефоны и другие модные штучки. Ксюша просила... В том, что у меня будет семья. В том, что меня не бросят никогда. И будет всегда поддержка, любовь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok